Воскресенье Христово видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Тимофею. И напомню, что мы остановились на четвертой главе. Этого послания на следующем отрывке, начиная с седьмого стиха. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочесть оно все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верное и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живаго, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных проповедуй сие и учи. Мы разбирали в прошлый раз, что мысль Павла, в основном ее и пытались понять, что телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. И почему именно так для Павла важно проговорить, договорив мысль до конца, что, как говорит сам апостол Павел, что главное это обетование будущей жизни, что все трудности, которые мы претерпеваем, это для того, чтобы действительно войти в жизнь, войти в жизнь и жить вечно. Вот в этом смысл. И, конечно, иногда христиан упрекают в том, что они несколько пренебрегают земным планом существования человека. Но на самом деле христианство действительно просто несколько пренебрегает. Не то, что оно гнушается всем тем, что есть на земле. Не то, что оно запрещает все то, что есть на земле. Нет, просто в христианстве действительно очень силен вот этот пафос устремления к грядущему, потому что мы не здесь ищем упокоение, а мы ищем его в грядущем. И вся эта жизнь, какая бы она ни была, она есть путь к достижению дома нашего Небесного Отца. Это цель. А когда человек стремится к некой цели, естественно, он все то, что не ведет непосредственно к этой цели, он этим несколько пренебрегает. Человек, который просто идет по дороге, он просто идет куда-нибудь, он действительно может оценить, скажем, тот или иной гостиничный сервис и даже подумать, вот неплохо бы здесь задержаться, здесь хорошие апартаменты, хороший сервис, приятное лицо хозяйки, природа ничего. Посижу-ка я здесь и задержусь-ка я на некоторое время, пока не захочется идти куда-нибудь дальше. А человек, который имеет цель, он не обращает внимания ни на красоту хозяйки, ни на окружающую природу, ни на то, какой здесь сервис. Он функционально использует эту гостиницу и идет дальше, потому что цель его где-то вот она ему известна, и он понимает, что он туда должен дойти, дойти вовремя и дойти, исполнив, донеся свой багаж, свой груз, исполнив послушание ему веренно, исполнив задания ему данные. И поэтому не то, чтобы он гнушается той гостинице, в которой он вынужденно перевел, провел ночь, или тем обедом, которым он должен подкрепить свои силы, он не гнушается, просто он считает, что это все некое, не самое главное в жизни. Самое главное идти, чтобы дойти до цели, чтобы успеть вовремя прийти там, где меня очень ждут. Вот это принципиально важно понимать в христианском отношении к жизни. В христианстве нет гнушения ничем, но есть представление о том, что есть некоторые вещи, малополезные для достижения главной цели каждого человека. А есть вещи, которые очень много полезны, и в данном случае есть некое телесное упражнение, телесное делание, телесная деятельность, попечение мира сего, которые не сами по себе плохи, а они просто малополезны. А есть благочестие, то есть некая духовная установка, или как мы говорили в прошлый раз, усилие человека постижания любви, или что тоже усилие человека постижания благодати Святаго Духа. Это необходимо для того, чтобы, то есть богочестие необходимо для того, чтобы действительно дойти до цели, войти в дом своего небесного Отца. Вот то же самое говорит ведь и Христос в известном эпизоде про Марфу и Марию, когда Марфа обращается ко Христу и говорит, ну вот почему ты не замечаешь, что вот мы много делаем, заботимся о тебе же, о людях, которые пришли с тобой. Вот скажи сестре, пусть она мне поможет, потому что все суетятся, все делают, и это важное дело. Христос ведь не сказал, что она занимается делом плохим, он же не сказал, что она занимается делом ненужным. Он просто говорит, что ты, конечно, много делаешь, Марфа, и не укоряет ее, но Мария избрала благую часть, то есть она избрала лучшее, чем ты. Нет такого разделения, вот это плохое, а это хорошее, что вот это вредно, а это полезно, что это грех, вот какое-то делание, на самом деле греха в себе не содержащие, а это вот замечательная вещь. Нет такого разделения. Есть хорошее, а есть лучшее. Все, что кроме греха, подразделяется вот на такие вещи. Это хорошее, но есть лучшее. И лучшее, превосходность этого лучшего в том, что оно не отнимется у человека. То есть то, чем занимается Мария, будет с ней пребывать вечно. А то, чем занимается Марфа, закончится. Ты не возьмешь это с собой, тебе это там в вечности не пригодится. Там этого не потребуется. А то, чем занимается Мария, и там потребуется. Эта часть не отнимется в ней. А то, что делаешь ты, может потеряться. Вот важно эту тонкость уметь различать. Есть вещи, которые церковь не отвергает, она просто говорит, что есть вещи более полезные, и более важные для спасения, чем это дело. Хотя это дело хорошее и нужно. И чтобы как-то помочь разобраться с этим многообразием человеческих дел, Серафим Саровский предложил свой ключ к разрешению этих порой действительно трудно разрешимых ситуаций. Он говорит, что ты делай то дело, которое приносит тебе благодать Святаго Духа. Потому что именно это дело и поручено тебе Богом. Если оно приносит благодать Святаго Духа. Если ты делаешь его за послушание, потому что именно к этому тебя и приставил и призвал Господь, то значит ты благое дело делаешь. Ты именно делаешь то, что нужно в данный момент. А если что-то изменится, что-то надо будет делать иное, больше, лучше, то это же благодать Святаго Духа тебя и наставит. Поклонимся святому Господу Иисусу. И дальше интересный момент. Тоже вот начинается отрывок только что прочитанных с выражения «Негодных же и бабьих басен отвращайся». Буквальный перевод этого выражения, несколько режущего может быть слух, буквальный перевод старушечих сказок. То есть отвращайся разных старушечих побасенок, сказаний, к которым относятся разные измышления, особые виды рода апокрифы, которых очень любили на Руси, такое, какое-то сосредоточенное внимание к тому, как мучают человека после его смерти. Не так, как блаженствуют праведники, а с особым напряжением люди всматриваются в вечность, в суровость человеческих мук. И многие другие, которым можно отнести и страх перед разного рода нововведениями и повторения разных вещей по поводу, говоря коротко, по кругу тех вопросов, которых очертила социальная концепция Русской Православной Церкви. Церковь соборно высказалась, о некоторых принципиальных вопросах современного социального человеческого бытия, а вот есть люди, которые не принимают этого, они считают, что у них есть более древнее, более важное знание, которое они и пытаются тайком прошептать в уши, где на самом деле это все официально, это не настоящее, а секретное знание, что на самом деле во всем есть подвох, и ты этот подвох, будь добр, рассмотреть, и этот подвох надо успеть заметить, и от него обязательно устраниться, иначе не видать тебе никакого Царства Небесного. Вот такое устроение старушечье, испуганное, напряженно испуганное, недоверчивое ко всему, вот этим, вот весь этот спектр таких нетрезвых духовных рассуждений, апостол Павел и отчертил вот этим словом, бабьи басни, старушечьи сказки. Вот благочестивому человеку апостол Павел советует от всего этого отвращаться. И дальше он свидетельствует, апостол Павел свидетельствует, уже давая наставление непосредственно апостолу Тимофею. «Никто да не пренебрегает юности Твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Да коли не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех Твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих Тебя». «Занимайся, — говорит апостол Павел, чтением, наставлением и учением, да коли я приду». То есть представляется, что это вообще важно для служителя слова, заниматься словесным упражнением, вникать в учение, проповедать это учение, и, то есть читать учение, думать, размышлять об учении, и проповедовать это учение другим, потому что давно известно, что человек, который решается раскрыть свои уста для того, чтобы сказать о учении другому человеку, он не только учит другого, но и учится сам. именно на это особое качество обучения, так скажем, в том числе, и указывал Христос, говоря, что один у вас учитель, потому что и тот, кто слушает наставление, и тот, кто делает наставление, если действительно все это совершает Бог Христе, поистине, в духе, то учатся оба. И преподавание, учение другому, есть способ вникнуть в учение самому, получить просвещение в духе, которого раньше не имел. И поэтому все это именно упражнение в научении, упражнение в назидании, то есть в том, чтобы выстраивать, назидать, выстраивать свою душу на фундаменте Слова Божьего. Вот это представляется неким важным деланием, которое человек должен обязательно делать, раз об этом ему настоятельно говорит апостол Павел. Кроме того, раз об этом говорится, что человек должен это делать, даже вот, когда никакой другой деятельности нет, в ожидании чего-либо, в ожидании каких-то событий, обстоятельств, вот в какой-то некой паузе деятельностной, но никогда человек, если он является служителем Слова, не должен переставлять делать вот это, читать, учить и учиться. Если он служитель Слова, потому что Слово, которое он принимает через Священное Писание, через молитву, через учение другого человека, через чтение святых отцов, это есть пища для его духа, пища для его ума. И как каждый не забывает же вкусить хоть малую пищу в течение дня, так и служитель Слова не может забыть о том, чтобы поучаться в Слове ежедневно, уделяя, находя для этого всегда время, не забывая это никогда, иначе ум его и дух его иссохнет, и желая однажды найти Слово для служения, он его может не найти. Поэтому, чтобы не потерять навык, как спортсмен, который в силу каких-то причин не может участвовать в КПК в соревнованиях или в тренировках по причине какой-то травмы, он же не перестает, тем не менее, все свое остальное, нетравмированное часть тела каким-то образом упражнять, иначе после того, как травма залечится, он просто будет не в состоянии продолжать спортивную карьеру. Так и служитель Слова, если он по какой-то причине пребывает в некой деятельностной паузе, он должен поучаться в Слове непрестан. И последнее, что вот размышляя на эту тему, хотелось бы отметить, что по мысли апостола Павла поучение в Слове есть деятельность преимущественная не только для служития Слова, вообще для христианина, вообще для пастора, для священника, для епископа, для диакона, те чины, которые он описывает в этом послании, но и вообще для христианина, потому что любой христианин это служитель Бога Слова. Любой христианин это ученик. Христос обращается к своим последователям именно как к ученикам. И вот в Деянии с тех апостолов написано, что именно последователи Христа, ученики Христа стали впервые называться христианами. Христиане те, которые принимают учения Христа. И всякий христианин в силу того, что он ученик, а Христос его учитель, он должен постоянно пребывать в учении, вникать в это учение, насколько позволяет ему его духовное устроение. Но стремиться к этому он должен. Мы знаем очень древние благочестивые традиции, в том числе и среди русского народа. И это и чтение псалтыри регулярное, и даже следованные псалтыри. Это молитвы, возносимые в определенные часы и дни. Это чтение или любовь слышать, что читают другие, потому что люди раньше понимали, что слово есть очень важная пища для души. И человек, который вера, то ведь отслышание происходит. И нынче человек должен волевым усилием решиться на это. Он должен понять, что слышание слова Божьего, поучение слова Божьего является для него чрезвычайно важным, насущным хлебом, насущным словесным хлебом. Пренебрегать этим никак нельзя, тем более, что мы далеко не простые люди, как наши очень далекие предки, и не в простоте ума и сердца живем. Нас окружает огромное количество не только пустых слов, не только дешевых соблазнов, но и очень серьезных, искушающих, и соблазняющих слов и образов. И чтобы не питать, не отравлять душу этими злыми, лукавыми, лживыми словами, надо питать ее словами истины. Это просто некая техника духовной безопасности. И кроме того, что это просто некий ключ к знанию, слово Божье, слово, которое мы читаем в духовных книгах, в Писаниях, в Священном Писании или в Писании Святых Отцов, оно еще и несет себе благодать Святого Духа, которое животворит наш ум, оживляет наш ум и животворит наше сердце. Это очень принципиально. Нельзя не вспомнить опять-таки тот же самый эпизод с Марфой и Марией. Насколько важно подчеркивает Христос делание Марии, потому что это очень благая часть. Не лишне вспомнить и самих апостолов, которые специально помолившись Богу, нашли себе сотрудников, тех, кого мы называем архидьяконами. Семь диаконов было избрано для чего? Для того, чтобы апостолы могли всецело отдать себя служению Слово. Настолько это было преимущественнее, чем забота о социальном окормлении вот этой молодой первенствующей церкви. насколько важнее было проповедь, учение, преподавание Слова Божия как Слова жизни для апостолов, что Дух Божий не позволил им отвлекаться ни на что иное. Об этом говорит апостол Павел, об этом заботься, в этом пребывай, чтобы успех твой был очевиден. На самом деле мы просто часто не верим в силу такого поучения в Слове. Мы знаем, что так занимались, так жили святые. Мы знаем, насколько много они уделяли время и чтению, и молитвы, и наставлению своих людей, которые к ним пришли. Но сами сейчас не верим в то, что действительно таким образом можно оживотворить и собственную душу, и души слушающих тебе. Еще один важный принцип отмечает здесь апостол Павел. Я напомню 16 стих, которым оканчивается 4 глава. Вникай в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, ибо так поступая себя спасешь и слушающих тебя. Ключ к тому, как спасти себя и как помочь слушающим тебя. Но вникай в учение, это понятно. более-менее. Но апостол Павел еще подчеркивает в себя и в учение. Это ведь нас связывает, нас каким-то образом роднить с тем, что некогда сказал один из краеугольных камней греческой философии Сократ. Познай себя и ты познаешь весь мир. Человек микрокосмос, замковый камень бытия, как сказал про него один современный богослов. Он ключ к познанию мира, ключ к другому человеку. Единственный человек, который мы действительно можем познать, по крайней мере, по благодати Божьей, это каждый из нас сам. В нас самих все тайны бытия. В каждом человеке ключ к миру и к другому человеку. Тем более сердце просвещенное Богом. И это не есть эгоизм. Силуан Афонский говорил, что когда сердце наполнено Богом, оно вмещает в себя всю боль мира. Страдания каждого человека и вместе с Богом, силой Святого Духа и с глубины собственного сердца способно молиться за весь мир и за каждого человека, как за самого себя, переживая любовь к миру, любовь к каждому человеку, так как другим способом никак пережить невозможно. И поэтому вникай в себя и в учение, именно и в учение и в себя очень важная часть духовной жизни. И это же самое, встречаем у святых отцов, которые нам непонятно, почему они так много времени уделяли размышлению над собственными страстями, немощами, помыслами, грехами, падениями, так дотошно вникают в себя, потому что это вникание открывает им душу человеческую как таковой в лучах света благодати Божьей. И учат таким образом, поучают не только смирение, но через смирение и любви к ближнему своему. Только тогда, когда почувствуем свою немощь, узнаем себя как можно глубже, тогда сами, может быть, неожиданно для себя научимся понимать и жалеть каждого человека, живущего рядом с нами. Поклонимся Святому Христову Воскресеньею, Всебог прииде Крестом радост всему миру. Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор